Самая лучшая страна для семейного переезда – Норвегия. И я так считаю, потому что здесь живу и планирую остаться. С женой Жасгуль мы приехали в Норвегию на работу на рыбный завод из города Шетсен, Польша. Летели авиакомпании Ryanair до Осло за 28 евро на двоих. Сразу скажу, что если у вас плохо с английским и нет профессии, как у нас, на максимальные заработки можно рассчитывать только в рыбной отрасли и планировать работу по профессии лучше через хотя бы полгода, когда пройдете социальную адаптацию и получите языковую практику. Мы с женой вдвоем получаем в Норвегии больше, чем на родине в Кыргызстане, хотя работали в столице. При бесплатном жилье, питании и проезде в месяц получается 6 тысяч евро. И мы уже отложили 15 тысяч евро в норвежский банк на депозит под проценты всего за три месяца. Наш общий доход на родине был около 500 долларов. На эти деньги мы старались прожить вдвоем в Бишкеке, не задумываясь о рождении детей. Но сейчас в Норвегии мы уже ждем ребеночка. Здесь живем в небольшом домике от предприятия, на прекрасной природе и уверенно смотрим в будущее. Страна райская, все для людей, огромные перспективы. Для кого-то наша работа может показаться неприятной. Мы работаем на рыбном заводе. Но в Норвегии никто не гонится за статусами и престижем. Интересно, что когда кто-то из знакомых в Кыргызстане узнает, что мы чистим рыбу, на нас смотрят жалостью. Здесь нас уважают. Мы с женой живем честно, честно работаем и получаем больше тех, кто нас жалеет. Жазгуль была на упаковке рыбы. Сейчас перешла в мой цех, поближе к мужу. Так как у нее совсем низкий уровень английского, и я ей помогаю. Всем землякам совет, учите английский. В Бишкеке есть несколько хороших школ. Жазгуль сейчас на втором месяце, ждем дочку. Очень рады, что родится она именно здесь. Лучшее образование, уважение и культура. Большие перспективы. У нее будет все. Мы узнавали уже. Учеба во всех заведениях в Норвегии бесплатная. Для ребенка я не знаю лучшего места. И самим нам с женой хорошо живется. Для отпуска доступны все страны. Денег на путешествия тоже хватает. Мы можем позволить себе есть красную рыбу каждый день, если захотим. Скоро мы переедем в собственный домик. На квартиру в Кыргызстане мы бы копили еще очень долго. Сейчас ни в чем себя не ущемляем и не думаем, что придется. Если вы хотите работать за границей в Норвегии, сделайте все, чтобы сюда попасть, и вы не пожелаете. Оказывается, есть страны, где нас ждут и уважают. Большинство наших знакомых земляков приехали сюда по рабочей визе Польши. У многих есть паспорт Румынии. Спасибо этой группе и экспертам из Норвегии. Отдельное спасибо Алексу.